Асрадик Студя Ущоднич, Польша, Российское гражданство для жителей Донбасса Янст Шелецкий, Пшиштоф Ничепор Асрадик Студя Ущоднич, Польша 26 апреля 2019 года 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, вводящую прощенную процедуру получения гражданства для жителей сепаратистских республик Донбасса, ЭЛИНР и ДНР Российская сторона объясняет, что такой шаг предпринят в гуманитарных целях для защиты прав и свобод граждан Указ обязывает Министерство внутренних дел разработать соответствующие процедуры Заявления о приеме в гражданство будут рассматриваться в течение трех месяцев со дня их подачи Указ появился благодаря принятым в декабре 2018 года поправкам к закону о гражданстве РФ Который дал президенту право вводить упрощенные процедуры выдачи паспортов При этом российское законодательство не запрещает иметь одновременно гражданство другой страны В связи с новым указом президента России Украина подала запрос на проведение внеочередного заседания Совбеза ООН Оно назначено на 25 апреля Владимир Путин, комментируя шаг Киева, отметил, что инициатива Москвы носит гуманитарный характер Свои паспорта украинцам выдают Венгрия и Румыния, а у Польши есть проект карты поляка Комментарии подписания указа в день объявления официальных результатов президентских выборов на Украине Это элемент более масштабного плана Его цели состоят в том, чтобы укрепить связи оккупированной части Донбасса с Россией Пресечь рост популярности Владимира Зеленского в ДНР или НР А также оказать давление на новоизбранного президента, заставив того идти на уступки Москва понимает, что появление указа послужит обострению политических конфликтов на Украине А также позволит несколько ослабить позицию Зеленского Кроме того, она надеется, что дестабилизация политической обстановки даст шанс на увеличение представительства пророссийских сил во Верховной Раде после осенних выборов Эскалация напряженности вокруг Украины, связанная с подписанием указа Должна также, по задумке россиян, склонить страны Запада оказать давление на Киев и уговорить его принять российские условия урегулирования отношений В прошлом Россия уже использовала раздачу российских паспортов в других местах возникновения конфликтов на постсоветском пространстве Например, в Приднестровье и Абхазии, стремясь сохранить контроль над сепаратистскими регионами и заблокировать процесс урегулирования ситуации Кремль также использует эту процедуру для обоснования своего вмешательства в дело таких республик и распространения там пророссийских настроений Присутствие большого количества граждан РФ в Донбассе позволит России в долгосрочной перспективе влиять на ситуацию в регионе, в том числе в случае его реинтеграции с Украиной Если российская стратегия в отношении Киева окажется неэффективной, Москва сможет шантажировать Украину эскалацией вооруженного конфликта, используя аргументы о присутствии в Донбассе российских граждан и необходимости их защищать Подписание указа не следует считать свидетельством изменения российской стратегии или стремления РФ включить Донбасс в свой состав Руководство России, в том числе министр иностранных дел Сергей Лавров, недавно сформулировали свои ожидания в отношении Киева На первое место они ставят на деление Донбасса широкой автономией в рамках Украины и проведения конституционной реформы, которая привела бы к федерализации страны Украинские власти, в том числе и новоизбранный президент Зеленский считают такие требования неприемлемыми, их выполнение грозило бы стране серьезным политическим кризисом Возможность получить российский паспорт станет ответом на рост общественного недовольства в Донбассе, вызванного ухудшением экономической ситуации В какой-то степени это решение призвано также служить предотвращению роста популярности в ДНР или НР Владимира Зеленского, которого на президентских выборах активно поддерживали восточные регионы Украины Жители Донбасса могут видеть в новоизбранном президенте, который не обращается к националистической риторике и положительно отзывается русскоязычной части украинского общества Привлекательную альтернативу управляемым из Москвы сепаратистам В этом контексте появления указа можно счесть попыткой убедить жителей ДНР или НР в том, что Россия продолжает им помогать, а тем самым сильнее связать их с ней Подписание указа не означает, что РФ начнет автоматически массово раздавать свои паспорта, поскольку это приведет к резкому росту расходов на социальную сферу Можно ожидать, что в первую очередь гражданство будут предоставлять представителям руководства ЛНР и ДНР, а также молодым трудоспособным людям В меньшей степени эта процедура коснется тех, кому полагаются социальные выплаты, пенсии и пособия, ведь это станет тяжелым бременем для российского бюджета Проблемы с выплатой пенсии жителям Донбасса, которые возникают у Киева Кремль использует в своей пропаганде, убеждая население самопровозглашенных республик, что украинское руководство относится к ним без должного внимания или даже враждебно По этой причине можно ожидать, что упрощенная процедура выдачи российских паспортов будет использоваться в ограниченных масштабах и преимущественно в отношении определенных социальных групп Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ